Привет, дорогие! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня обзор оболочки ColorOS 6. Я приобрел себе Realme 5 Pro. У меня уже есть обзор, есть сравнение на этом канале. Еще немного я поснимаю тоже об этом телефоне. Но больше всего меня беспокоило, когда я покупал этот телефон, что там насчет прошивки. Первое впечатление, как я вам уже сказал, я доволен прошивкой. И сегодня я вам покажу, в принципе, на что она способна. Не думайте, что я вам расскажу что-то новое, прям такое выдающееся. Скорее всего, это будет ознакомление с ColorOS. Может быть, вы хотите приобретать Realme, может быть, вы хотите приобретать Oppo. Или же вам просто интересно сравнить ее с Xiaomi. А, кстати, следующий видос будет непосредственно сравнение Xiaomi и ColorOS. Мне кажется, это очень достойные оболочки на данный момент. И там есть плюсы и в одном, и в другом случае. Это, кстати, очень интересное будет сравнение. Поэтому подписывайтесь на этот канал, не забывайте об этом. И лайкос жмите этому видосу. Также, если вы хотите узнать о скрытых фишках ColorOS, то тоже пишите обязательно в комментариях. Обязательно сделаю на это обзор. Мне, честно говоря, саму интересно. Но мне просто интересно услышать ваше мнение тоже по этому поводу. Сегодня обзор оболочки. Это очень популярная тема, потому что от оболочки зависит очень многое. На самом деле зависит скорость работы отпечатков пальцев, скорость работы камеры и много-много другого. То есть, если у вас оболочка нехорошо настроена, может быть, она лагает, то, в принципе, на все остальное можно уже наплевать. Потому что, в принципе, вы пользуетесь в основном в большей степени оболочкой телефона. И сегодня мы поговорим о ColorOS 6. И также есть новости, что ColorOS 7 уже вышла. И скоро она поступит на эти телефоны. Она будет просто вообще бомбическая. Но сегодня ColorOS 6. А не думайте, что я топлю сейчас за Realme только и все. На самом деле, нет, я топлю и за Xiaomi, и за Realme. Мне обе эти оболочки понравились. Вообще, если вы ни разу не видели ColorOS, то выглядит она вот таким вот образом. Очень похожа концепция на MIUI 11 в какой-то степени. Но есть, конечно, некоторые отличия, и они очень большие. Допустим, иконки. Здесь они достаточно другие. Допустим, иконка галереи. На самом деле, мне не очень нравится. Общий какой-то концепт ColorOS, она вообще не помещается. Смотрите. И остальные приложения уже закачаны непосредственно. Вот эти были тоже встроены. Таким образом, она выглядит. Диспетчер файлов. Тоже поделен на категории. Аудио, видео, изображение и так далее. Апк-шные файлы, если есть, то тоже они здесь закачиваются. Такая звонилка. Избранная. Также вы можете добавить что-то в избранное. Контакты. Далее SMS. Здесь нет так называемого своего SMS-лаунчера. Здесь вот лаунчер такой обычный. То есть, ну или тема, правильнее сказать, тема SMS. Это гугловская тема. Если у вас Redmi Note 8, то в принципе вы можете понять, в чем как бы разница. То есть, там есть MIUI фирменная. Мне она очень нравится по дизайну. Здесь гугловская стандартная обычная. Возможно, в семерке это уже поправят. И мы ждем, конечно же, обновления. Мы же забыли написать. Это ColorOS 6.0. И мы делаем на эту оболочку обзор. В целом, это внешний вид. Таким образом выглядят папки. Папка, допустим, инструменты. Здесь есть часы. Кстати, тоже они, как и в MIUI 11, показывают настоящее время. Здесь, значит, часы, секундомер, таймер. В принципе, друзья, что-то он напоминает. А мне это, друзья, напоминает MIUI 11. Очень даже сильно. Вы уже, друзья, увидели, что темная тема здесь есть. Где ее найти? Найти ее можно в лаборатории Realme. Да, вот таким вот образом. То есть, эта тема находится на стадии тестирования. Realmeшники ее воткнули вот сюда. Заходите. Режим затемнения. И включить только сейчас. Включаете и так далее. То есть, если вы хотите какие-то сторонние приложения тоже, чтобы у вас работали, вы ставите здесь галочки. И знайте, друзья, здесь есть очень хорошее отличие от MIUI 11. Это тоже будет, кстати, в сравнении с MIUI 11 этот момент. Смотрите, допустим, Telegram. Вот мой канал. AdScriber скидки. Кстати, не забывайте подписываться на Telegram канал со скидками и купонами. Все ссылочки, друзья, в описании. Там, как вы видите, я репостчу новые видосы про Redmi Note 9 Pro. И также скидки. Допустим, вот последняя на данный момент. Это топ самой крутой одежды от компании Xiaomi. То есть, здесь футболки, кроссовки, часы. Там все термо-термо-белье и так далее. То есть, есть топы лучших телефонов 2019-2020 года. В закрепленных сообщениях вы можете получить халявку. Ну и так далее. Давайте посмотрим YouTube. YouTube открываем. Окей, друзья. YouTube тоже в темной теме. То есть, здесь все как бы отлично. В этом плане молодцы. Они очень хорошо поработали. И темная тема здесь есть. Она очень неплохо настроена. Но в данном случае она находится в стадии бета-тестирований. А она уже, в принципе, очень даже неплохая. Обновление ПО. И у вас установлена самая последняя версия. ColorOS 6. Здесь, в принципе, нет никаких других настроек. Допустим, автоматическое обновление в ночное время. Это единственная настройка. Но, допустим, я хочу получать раннее обновление. Здесь вот есть функции. Давайте нажмем. Здесь нет никаких галочек. То есть, настроить никаким образом невозможно. И если я хочу получать раннее обновление, здесь, к сожалению, этого нет. Итак, по настройкам мы немножко пробежались. Как бы очень поверхностно. Давайте посмотрим на шторку уведомлений. И в целом на шторку быстрого меню. Здесь она выглядит следующим образом. Вы можете ее кастомизировать, нажав вот на эту кнопочку сверху. И здесь еще появляется у вас ряд других приложений, которые вы можете вывести на верхнюю шторку. Я, в принципе, все, что мне нужно, уже вывел. Таким образом выглядит шторка верхняя. И мы ее закрываем. Ползунок яркости, громкости выглядит таким образом. И шторка уведомлений вот выглядит так. А дальше переходим в жесты. Это, наверное, самое мое любимое в ColorOS. Конечно, мы знаем, откуда эти жесты пришли. Находятся они здесь. Удобство. Кнопки навигации. Удобная кнопка. Смарт-панель. И жесты. И движения. Кнопки навигации. Посмотрим. Здесь у нас есть стандартные жесты. Это такие, как в MIUI. То есть, как бы, свайп влево. Свайп снизу. Это домашний экран. И если мы задержим, то мы откроем все окна. Кстати, все окна выглядят таким вот образом, друзья. В MIUI мне нравится больше. Но здесь таким образом. Возможно, и это переделают. Потому что все-таки привычно уже, чтобы я видел несколько иконок. Далее жесты прокрутки. Это мое самое любимое в этом телефоне. То есть, виды кастомизации жестов очень просто большие. Космические. Просто, друзья, по сравнению с MIUI, той же самой. Первый вариант. Назад вы смахиваете с двух сторон. Вернуться домой жест посередине. Если вы хотите открыть все приложения, то вот они открываются таким образом. Следующий вариант. Это простые жесты. Здесь у вас свайп просто назад. И свайп все приложения. И вот третий вариант, друзья. Выставите такой же. Это мой самый-самый любимый. Слева вы смахиваете для просмотра всех задач. Посередине вы смахиваете на домашний экран. А слева это кнопка назад, по сути. Смотрите, мы уходим назад. А жест посередине мы уходим домой. И если вы хотите открыть все программы, вам нужно сделать вот такой вот легкий жест. И все. И четвертый вариант, друзья, для левшей. То есть, зеркально отображаем. То есть, назад у нас с этой стороны, с левой. Далее, домашний экран мы посередине делаем свайп. И все задачи мы делаем свайп вот отсюда. По жестам, друзья, это самый кастомизированный телефон на сегодня. Чтобы не брать какие-то левые оболочки. Там, рут права устанавливать и так далее. Сток, друзья. Сразу в стоке вы можете, ну, как бы кастомизировать, что вам угодно. Удобство в том, что вы можете одной рукой пользоваться очень даже легко. Смотрите, мы делаем жесты назад. Очень удобно. То есть, не надо тянуться сюда, не надо тянуться сюда. Это очень и очень приятно, очень удобно. Для того, чтобы открыть все приложения, немножко вот дотягиваться нужно до этого края. Не совсем удобно, но, в принципе, плюс-минус окей. Кнопка очистки. Мы ее нажимаем. Соответственно, все очищается. Раздел деления. Нажимаете. И далее вы выбираете приложение, которое нужно разделить. А забыл добавить, друзья, еще в удобстве есть также кнопки. Да, то есть, стандартные кнопки, если вам нужно. То, если ты совсем такой олдскульный, то для тебя есть кнопки. И, кстати, 4 вариации кастомизации кнопок. А следующий момент, который меня радует, это смарт-панель. Режим быстрого меню. То есть, я могу здесь настроить себе отдельно. Быстрое меню, так называемое. И, кстати, могу сделать еще это справа. А вот этот чехол, друзья, он просто напрягает. Я не могу нормально делать свайпы слева и справа. Потому что здесь вот эти вот стеночки очень высокие. Конечно, они защищают экран. Это круто сделали в Realme. Но свайпы иногда не прокатывают. Это вот очень неудобно в этом телефоне. Так вот, этот свайп я делаю. И здесь, смотрите, есть камера, снимки, запись экрана, сообщения, Facebook, YouTube и так далее. Я нажимаю добавить. И любое приложение, которое у вас есть, друзья. Допустим, вот я хочу добавить Antutu. Далее по камере. Интерфейс камеры вот такой. Здесь у нас есть видеорежим, фото, портрет. Ну и, в принципе, все из быстрого доступа. Здесь есть также режим модификации. Но есть еще и дополнительное такое подменю. Ультра 48 мегапикселей камера, ночной режим, панорама, эксперт, ультра макро. Все это выставляется здесь, то есть отдельно. Жесты на выключенном экране. Как это работает, друзья? Допустим, у вас выключен экран, и вам нужно включить камеру. Вы делаете вот такой вот жест. Окей, не получилось. Вот, жест, и камера открылась. Круто. Мне очень даже нравится. Следующий жест, это галочка. И у вас включается фонарик. Вуаля! Еще одна галочка. Фонарик должен выключиться, да? Или нет? Нет, не выключается. Наверное, выключается так. Да, на кнопку. Вы включили музыку. Заблокировали экран. И, допустим, вам нужно сделать паузу. What's up, you guys? Вы делаете двойной свайп, и музыка встает на паузу. Далее еще такой свайп, и музыка продолжает играть. Кстати, не всегда срабатывает. Окей, вы хотите следующий трек, вы рисуете дальше. Следующий трек. Следующий трек. Предыдущий трек. Если ты помнишь, откуда все эти фишки, то обязательно пиши в комментах. И запись звонков, друзья. Есть ли здесь? Да, запись звонков есть. Системные приложения. Вы заходите сюда. Вызовы. Здесь вы увидите запись разговоров. Друзья, это был обзор ColorOS 6. Очень быстрый, очень краткий, по сути. В следующем видео сравнение с MIUI 11. Там мы поговорим немножко, конечно, о других моментах. Если вы хотите, чтобы я сделал топ скрытых фишек ColorOS 6, то обязательно пишите об этом в комментах. Лайкосом все это дело, друзья, отмечайте. Всем хорошего настроения, друзья. С вами был я, Эдскрайбер. Всем пока-пока.